...працу родила. И тогда мы часто в влездах чули хоры такие. И я так само документарный фильм изразила за выступление. И чудовно было тогда. Но так само эти хоры были большие старенькие женщины. Молодые женщины там не смотрели. И в вязках так само. Популяция была такая. Три женщины были. Мужчины так смотрели. И молодые люди были в немском. Но я была на Гошминске. Музиканты так само. Но эта традиция была старейшая на камне. Это самая ситуация. На Полесье много стародавных традиций заховалось. Фактически все наши этнографические экспедиции едут на Полесье. Потому что там есть еще стародавные озвучки. И можно увидеть, если есть. Да я немножко больше задавала я от этой. От Мецкой. От того, что робиться в Мецкой. Правда? И мне больше заховывать свое. Свою жизнь все нормальное. Там электричные стоки были. Пятидесятые. Ну, в принципе так. Вот система рассказала, что Половы за это вклюзивы уже, кстати, снимали на этом свете. И соправдываю. Так думаю, что вроде еще пять-семь годов так и уже не будет такого ездить на графичные экспедиции, которые я здесь пригодал. Но если некий Молон таки оптимистичный. И вон это пригодал о Менске, что везки заливаны от Менска. Так вот, как раз у Менску, я не кажу про районные центры, про областные центры, но это только у Менску, у столицы, так? Иснует такая молодевая культура. Может быть это даже частковая субкультура, но частковая это может быть элитарная культура, которая как раз таки выявляет себя в белорусской мове. Павли написал инцертацию про современный урок в Урты. Клазичный приклад НРМ для монгольских. И других можно сказать. Михалок, для меня, скажем, это неважно. Это военков не дает мало, но я думаю, что это очень популярно. И молодь стала у определенной части молодой, адукованной, как говорится, просунутой, модным и престижным по белорусски разговаривать. Это, конечно, шмат уплыва и национального лицея, имея Кубаконоса. Это шмат уплыва и в Тымляку, я могу назвать радость свободы, и на наших некоторых письменников и поэтов, Владимира Орлова, который притягивает традицию Владимира Краткевича. А левость не набита у этой молодости, каким зараз там 20-25 годов, кто может называть меньше, соправды. И так само показник, что, поглядите, абсолютно уникальная ситуация. У нас у Википедии есть две новые, белорусская и тарашкевица. Белорусская, так званая, наркановка и классичная руководитель тарашкевица. Той, кто просунут эту тарашкевицу, это люди, которые натурально, так сказать, затятые, смагаются за национальные драджини, и они настолько мощные, настолько компьютерно, информативно просунутые, что они сдолили пробить эту Википедию. Это вероятность, любые артыкулы в Википедию и вероятность, а что пробить артыкул, а не то, что графу по мове. И в этом принципе покажет, и пошла таких, безумовно, что Олег, сказал мне, в таких позициях, Белорусская присутность на белорусской мове, у пропорции до односельничества у разы, у десятки разов больше, чем, скажем, дороссийской мовы. Человек, который вырыт его Википедию, даже белорусскую Википедию, на Тарашкевице, живет в Оушенсайде, Калифорнии. Я его ведаю. Это американец, его батя Марин, там Оушенсайде, и он Майчи. И у нас проезжал Леон Вольский, давал концерт, и он с батя приезжали на концерт Леона Вольского, у него был бел-червоно-белый стяжок. И вот фактически он вырытывал, потому что сама администрация Википедии приняла решение зачинить Википедию на Тарашкевице, и он мне принес копию всей Белорусской Википедии на Тарашкевице, и сказал, ну во, берли, я не веду, что с ней делать. И здесь, около месяца я ее не исновала, а потом мы его переконали, а он переконал администрацию, что так само, как, например, у Китая есть некоторые китайские Википедии на разных мовах, на мандариновых, и так само требовалось сделать наркомок у Тарашкевицу. И он переконал их, и она начала исновать. Это было в 2007 году. И, а, по-моему, в эту справу, я считаю, до момента возникла угроза возникнения, про что Алисик прогадал, был Владимир Котковский, мой коллега, нажали, он у меня, и вот что еще, интересно, что я просто оптимистичный струнень при месте, не было обшивание, что все помирает. Конечно, ситуация весьма складная, когда, скажем, я прогадал студентские годы, какие-нибудь 80-81 год, так мы в университете больше-меньше ведали по всей Беларуси, кто где наших вот ровесников разговаривает по-белорусски, не в вёстках, а как раз с городских же хоров. Ну, это можно было назвать 50-60 человек, и все один другого ведали особиста, те ведали, скажем, ну, про его. То есть у них это просто не морщимо, это, ну, реально это десятки тысяч людей. Это реально десятки тысяч людей. Это значительно меньше, чем в Украине. Например, ну, я не говорю, на Литву, все по Литвуцку разговаривают, но это значительно больше, чем 25 лет назад. И это велика справа. И надо не оптимизм. Мы, известно, покладаем великие надея на молодце, красная, эти феномены как раз, что молодь больше открыта на свету, больше бачит, что робится в меньшей краинах, пара новое, бачит, что у каждой иной краине шаннуется своя культура, шаннуется своя мова. И я думаю, что они как веще отродят нашу культуру и нашу белорусскость. Мне веще не подобается, что зараз сучастная молодость пошла веселье в белорусских строях национальных. Да. А эти бачили вы такую? Ой! Я заразу кричу. Этот сумм тоже где не побачится, кроме моей вески. Ай, мой Боже. наука пришла робить уклад в сельскую господарку. Мы в эту науку завели в ту хибарку, где сельская господарка находится. Далее попробовать. махчиглась. Вот то, что я 40 лет назад увез в 45 году у моей бабули Сидоровича под Мигелевом. Один, что там было металличное бедро, а теперь это пластмасса. Вот весь прогресс. Ага, я правильно. Так, алима, мы трошки соберемся. Кат. Кат.